Добрый день, это Али Кру, это наш проект «Струй мост», в котором мы пытаемся найти точки соприкосновения между двумя странами, Азербайджаном и Арменией, пытаемся понять, возможно ли мирное существование двух стран и двух народов в каком-то обозримом будущем. Мы прекрасно понимаем, что по мановению волшебной палочки ситуация не изменится, но мы уверены в том, что если не начинать разговор, то мы так и застынем все в мертвой точке, в которой обе страны находятся на протяжении уже нескольких десятилетий. Я должен сказать, что проект создан во взаимодействии с Ереванским и Бакинским пресс-клубами. Сегодня в разговоре участвует Натик Джафарлы, экономист из Азербайджана. Натик, добрый день. Здравствуйте, приветствую вас. И Баграт Асатриан, экономист из Армении. День добрый. Я намеренно говорю просто экономист, мы об этом, скажу, сразу договорились заранее, чтобы соблюсти некий паритет, но если вы забьете в поисковике имена участников сегодняшнего разговора, то вы увидите, что это люди очень непростые, с очень богатой судьбой, но мы решили, что сегодня в разговоре участвуют просто экономисты из Азербайджана, из Армении, ну а модерирую эту встречу я, Антон Петрович, мигрант из России, который сейчас живет в Ереване. Раз на связи экономисты, то и говорить мы будем об экономике двух стран, хочу сказать, почему, мне кажется, эта тема очень важна. Ну, во-первых, с древнейших времен купцы, я вкладываю в это слово крайне положительный смысл, всегда были движителем того, что страны, народы соединялись, они шли впереди всех. Это первое. И второе, я не устаю повторять фразу Евгения Чичваркина, которую он сказал уже после начала вторжения России в Украину, гроши режут сталь. Вот сегодня мы попытаемся об этом поговорить. Возможно ли, что в конфликте, в очень тяжелом, в очень сложном конфликте гроши помогут разрезать сталь? Давайте начинать. Но для начала, уважаемые участники, мне хотелось бы вернуться немного назад и для понимания посмотреть на предысторию. О чем я говорю? Я говорю об условных 80-х годах прошлого столетия, может быть, даже второй половины 80-х. То, что происходило между двумя странами, тогда еще между двумя республиками, до начала Первой Карабахской войны. Насколько Азербайджан и Армения экономически были интегрированы друг в друга. Прошу краткий обзор от каждого. Кто начнет? Решат вам. Вы модератор. Давайте, натик вывод у меня сейчас на экране в большом окне. Прошу. Поэтому давайте с вас только по. Еще раз спасибо за приглашение. Приветствую коллегу из Еревана. Ну, надо понимать так, что в Советском Союзе все-таки было центральное планирование. И все страны, республики, точнее, в то время были зависимы от центральной власти. Интеграция там заводов, фабрик, экономические связи шло по госплану, как говорится. И многие предприятия и в Азербайджане, и в Армении, и в других республиках Советского Союза, тогда управлялась центра, и все экономические связи были заранее обговорены. Была кооперация, многосторонняя кооперация. И, кстати, когда Советский Союз развалился, многие предприятия на постсоветском пространстве поэтому и встали, потому что экономические связи полностью развалились. И заново строить по новым понятиям, условно говоря, по капиталистическим понятиям было очень сложно в первое время. Поэтому это не касается только Азербайджана, Армении. Многие республики потеряли связи, которые десятилетиями установились. Но между Азербайджаном и Арменией, скорее всего, были связи централизованные, как я уже говорил. И очень много было поездок между республиками, между людьми, которые живут и в Армении, и в Азербайджане. Я сам даже свое детство помню, что мы часто ездили в Грузию, оттуда в Армению. До 87-го, до 88-го года это все продолжалось. То есть, человеческие связи, связи между населениями двух республик было достаточно на хорошем уровне, потому что и в Азербайджане очень много армян жили, и в Армении жили азербайджанцы во многих регионах. И человеческие связи были намного важнее и больше, чем даже межреспубликанские связи. Потому что, откровенно говоря, сами республики мало что решали в то время. И поэтому, что планировала Москва, что планировал Госплан, то и реализовалось. И особенно, и даже в те времена Азербайджан всегда с тех времен славился тем, что мы нефтяная все-таки страна, и здесь производилось горючее, дизельное топливо, бензин. И, скорее всего, как мы понимаем по тем цифрам, которые были в Советском Союзе, Азербайджан играл роль для обеспечения дизельным топливом и бензином всех загавказских республик, в том числе и в Армению, скорее всего, и это поставлялось. То есть, нельзя сказать, что были двухсторонные какие-то общие связи. Было все централизовано, но для меня всегда было важно, что межчеловеческие отношения были всегда очень теплыми в те времена. Паграт, что вы скажете? Я немножко предварю ваш ответ. Насколько я понимаю, ну как вот я за полтора года жизни в Армении для себя выяснил, что в советское время в Армении ну просто таким было сборочным цехом. Сюда поставлялись комплектующие те или иные. Здесь все собиралось, соответственно, когда после распада Советского Союза эти связи прекратились, это послужило одной из причин того времени, которое принято называть темными годами. Ну вот хочется услышать вашу оценку. В принципе, я согласен с оценкой моего коллеги. Это было действительно так. Были, конечно, специфики. Вот сама специфика этих отношений в том, что центральное распределение, оно не всегда учитывало интересы мест, контентные местности. И вот, скажем, когда мы... Я более академически работал в исследовательских институтах. И вот видите, если пройдемся по цифрам, вот тогда положение вот стран, которые были богаты ресурсами, было гораздо хуже, нежели положение стран, которые не имели этих ресурсов. Потому как система, советская система распределения, вы помните, наверное, что сколько стоило, к примеру, электроэнергия. А это были копейки, но эти копейки превращались в рублей, я не знаю, в доллары, если обрабатывающая промышленность была так поставлена хорошо. А страны, которые производили эти ресурсы, или имели эти ресурсы, получали очень-очень мало. Вот я даже так для себя справочку сделал. Вот к 90-му году, к 90-му году состояние экономик наших стран. Ну, во-первых, наши страны были, в принципе, сравнимы. Конечно, Азербайджан был больше и по численности населения, и по всем другим показателям. Но по экономическим показателям это были вполне сравнимые единицы. Я здесь бы прибавил даже Грузии. Это три Южно-Кавказские республики. Они были вполне сравнимы. Специфика была именно в этом. Азербайджан, который имел очень богатые ресурсы, он не получал от этих ресурсов практически. Ну, получал, конечно, но очень мало. А вот Грузы и Армения, они получали. И вот после развала Советского Союза мы оказались перед фактом. Перед фактом, что мы теряем очень многое. Кстати, Азербайджан этого не терял. У него, возможно, потеряли некоторые возможности, но это был такой временной отрезок. И если вот так, если пару минут у нас есть для этого, по-моему, мы очень изменились в нашей экономике. Вот если взять даже по официальному, скажем, по уровню GDP, мы очень много потеряли. Но больше потеряли именно вот Грузия и Армения. Страны типа нашего. В Азербайджане тоже было падение. Причем это падение было более долгим, нежели в Армении и в Грузии. Но Азербайджан не потерял свои промышленности. Или отчасти только потерял. Между тем, скажем, мы и по Армении, и по Грузии, мы, наверное, процентов 70 своей промышленности потеряли именно в эти годы. До середины или конца 90-х годов. И пошло после этого восстановление, которое было тоже специфичным. Фактором восстановления азербайджанской экономики это были старые возможности сырьевые и новые возможности, которые появились именно в этот период. Новые транспортные, логистические пути сообщения и новые разработки, новые поработки. Кстати, вот я прошелся по цифрам, опять-таки. Азербайджан до 95-го года тоже импортировал газ. Как и в Грузии и Армении. Но после 95-го уже свой газ, свои возможности. Это в корне уже изменилось ситуацию. И так пошло такое преобразование экономик. Вот если, опять-таки, вернемся к 90-му, к концу этого советского периода, в экономике Армении промышленность имела значительную большую роль. Там у нас по структуре GDP порядка 40% это промышленность, это обрабатывающая промышленность, там отдельные отрасли, я не знаю, большая химия, мощное строение, радиоэлектроника. То уже к концу 90-х годов мы практически, у нас в отрасли году, ну, просто перестали существовать. Даже, скажем, химическая промышленность. Здесь, конечно, фактор путей сообщения тоже стоит. А путях сообщения мы сегодня обязательно поговорим? Да, это если мы говорим о будущем, об этом надо очень серьезно. Ну, мы понимаем, что, конечно, то, что было, это не восстановится. Да, я понимаю, но просто мне хотелось понять в начале разговора, была ли это взаимосвязь с точки зрения экономики, и, судя по вашим ответам, она была. Каким образом выстроена, это уже другой вопрос, но, тем не менее, она существовала. Ну, там еще было отрезок, кстати, это частный сектор, я бы сказал, который в Армении был довольно развит. Вот мой коллега Натик рассказывал, там комиссионные монтажы. Это реалии, реалии советского времени. Здесь некоторая свобода была в торговле, в сельском хозяйстве тоже, кстати, сельское хозяйство. Свобода – это подсобные хозяйства. В Азербайджане тоже так работали, довольно успешно. И в этих областях торговые отношения довольно свободные, открытые были. Натик рассказывает про Ельбан. Я помню, что говорили, скажем, про города, где в Азербайджане, где можно было приобрести буквально все. Я не знаю, от слона до атомной волны говорили, а вот так это в шутку говорили. Но это было, это было. Была общность культур, были связи, довольно хорошие. Но сегодня мы в этой ситуации... Произошло то, что произошло. Мы не говорим сейчас о причинах, мы не говорим сейчас о ходе. Мы рассматриваем это явление, многолетний затяжной конфликт с точки зрения экономики. Скажите, а вот ту первую Карабахскую войну кто-нибудь считал с точки зрения экономической, с точки зрения потерь, ущерба? Ну, давайте, раз уж соблюдаем очередность, Натик, прошу вас ответить на этот вопрос сначала. Ну, это чисто экономическом плане очень трудно подсчитать, потому что было очень долгое время... Ну, последствия войны были ужасны для Азербайджана, потому что часть территории, 20% территории были оккупированы, и тот ущерб, который был нанесен экономикой Азербайджана, очень трудно подсчитать, потому что это не только сопутствующий ущерб, как говорится, еще можно было подсчитать, если бы не было, допустим, этой войны, эти территории, вообще эти связи, какие экономическую выгоду давало бы обеим государствам. Если таким образом подойти, то, конечно же, это вообще очень трудно вообще в цифрах это выразить. Но в любом случае, если, допустим, не было бы этого конфликта, не было бы этой войны ужасной, которой обеим народам принесли очень много боли и страданий, я думаю, что, допустим, в годы независимости, наверное, может быть, главное экономическое движение Азербайджана в сторону Турции и Запада, я имею в виду трубопроводы, газопроводы, нефтепроводы, они прошли бы через Армению. Это вполне могло бы быть, и это дало бы не только залог хороших взаимоотношений, еще экономическую выгоду и Азербайджан и Армении, кстати. Потому что это был самый короткий путь, это был самый безопасный путь, и таким образом нефтяные, газовые трубопроводы прошли бы через Армению, если не было бы конфликта, если не было бы этой ужасной войны. И таким образом наши республики могли бы стать вообще символом очень близких экономических взаимоотношений в постсоветском пространстве. Как это потом произошло с нашим другим соседям и очень хорошим отношением с Грузией. У нас торговый оборот с Грузией в прошлом году вообще было полтора миллиарда долларов. И впервые, кстати, Грузия больше экспортировала в Азербайджан, чем купила у Азербайджана. Это впервые произошло именно в 2023 году. То есть, взаимоотношения между Арменией и Азербайджаном развивались совсем по другой пути, если не было бы этого ужасного конфликта. И я думаю, что поэтому очень трудно считать сопутствующий ущерб экономически Армении и Азербайджану. Если даже комплексно подойти, образно говоря, по академическим западным понятиям, человеческие жертвы тоже же будут экономические ущербы. Это же тоже спад экономики, это тоже действует на экономику. То есть, очень сложно в цифрах выразить цену этой трагедии, образно говоря. Но в любом случае, я думаю, что, к сожалению, мы не можем вернуться назад и все исправить, но если не было бы этого конфликта, я думаю, что между Азербайджаном и Арменией экономические связи были бы даже образцом для других республик, постсоветских республик, которые сегодня развиваются по-разному, вообще абсолютно по-разному. Но в любом случае, экономика Азербайджана и Армении удивительным образом дополнили бы друг друга, если бы не было этого конфликта. И, естественно, оба народа выиграли бы от этого, и эти республики стали более процветающими, чем сейчас. Я согласен с моей коллегой, Азербайджан в советское время был донором центрального бюджета, чем оттуда получал. То есть, один из немногих республик, который давал больше, чем получал. И если это распределение богатств, ресурсов, не было бы войны, расходов на войну, человеческие трагедии, экономические связи для всего Южного Кавказа имело бы колоссальное, я думаю, что значение. И народы всех трех республик, особенно Азербайджан и Армении, жили бы намного лучше сейчас, чем мы сейчас живем, потому что мы достойны жить лучше, потому что армяне и азербайджанцы любят работать. Это самое главное. Мы любим работать. Мы могли бы так работать, что и процветание обеих республик пошли бы по другому пути совсем. Я с вами абсолютно согласен, что назад время не вернуть, но мы сейчас пытаемся говорить о будущем. Баграт, согласитесь с тем, что Первая Карабахская война – это в том числе и упущенные экономические возможности? Вот то, о чем говорит Натик. Однозначно. Однозначно я и выступал, и в то время мы эти вопросы поднимались. Но, к сожалению, у нашего поколения и политических, и общественных деятелей не хватило ни силы, ни воли достичь того, чтобы было благом, абсолютным благом для наших народов. Действительно, практически невозможно измерить цену этого конфликта. И в смысле прямых потерь, и более в смысле последствий, последствий экономического развития. Вот в Армении у нас и проблема с Турцией. Мы практически оказались в полнейшей блокаде, и никаких путем на сообщения практически не было одно время, несколько лет. И все это обусловлено было этим. Я своим студентам всегда говорю о цене войны. Вот по социальной ситуации. У нас инфляция была во всех странах, очень высокая, по советских странах. И вот у нас была такая ситуация. Я с 1994 года был в Центральном банке, это для меня было определяющим. До мая месяца 1994 года ежедневная инфляция была на уровне, скажем, ну, несколько десятков процентов. С июня 1994 года в одночасье снизилось до единиц, измерялось ежемесячно единиц. И я всегда говорю, что это последствия того, что в 1994 году удалось достичь перемирия, прекратились военные действия. Действительно, цена войны, она очень большая. Она очень большая и в прямом, и в косвенном смысле. Во всяком случае, моя позиция всегда была та, что мы соседи, это дано нам Богом. И будущее зависит от современников. Сумеем мы сегодня построить те отношения, именно мирные отношения, именно нормальные отношения, которым будут воспользоваться наши потомки. Если не сумеем, то мир, он всегда настанет. Без этого невозможно. Будущее за миром, это однозначно. Войны, они всегда... Да, любая война заканчивается. Вопрос только во времени. Должна закончиться. Весь вопрос в том, что вот сегодняшние политики, я не знаю, общественные деятели, ну, просто граждане сумеют построить эту модель мира, разумную модель мира, и вот жить, сосуществовать, вместе работать, вместе творить, уже будет создан для творства, да, созидания. Вот, я думаю, это вопрос в этом. Конечно, здесь нужна в первую очередь политическая воля наших руководителей. Вне зависимости от того, как мы относимся к нашим, к вашим руководителям нашим, нужна политическая воля. Потому что очень много проблем. Импульс, может быть, должен быть там, оттуда. А за этим должны последствовать действия, в которых должны участвовать. Чем большая часть общества будет участвовать в этом, тем этот мир и результаты этого мира, в смысле созидания Бога, будут раньше достигнуты. Я тогда... Она полностью согласна с оценкой коллеги. Полейки есть, конечно, специфики, но это мелочь по сравнению с тем большим вопросом, перед которым вы стояли и сегодня тоже стояли. Я тогда, Баграт, продолжу с вами. Уже перемещаемся в современность. И вы знаете, у нас в Аликру есть экономическая редакция, которая достаточно внимательно смотрит за статистикой. Ну, понятно, за армянской официальной статистикой в большей степени, потому что она больше доступна. Но стараемся следить и за цифрами, которые есть в Азербайджане. Так вот, смотрите, Баграт, согласно данным последним статистическим, расходы на оборону в Армении в прошлом году составили 5,2% от ВВП. Приводит Всемирный банк такие данные. Это почти в 2,5 раза больше, чем в среднем по миру. Ну, то есть цифры в процентном соотношении очень серьезные. В 2019 году мы в интервью изданию, одному из изданий говорили следующее, я процитирую «Вестник Кавказа» издание. Естественно, Нагорно-Карабахский конфликт – это препятствие для развития Армении. Вот с 2019 года прошло уже, сколько, почти получается, 5-6 лет. Сейчас мы, две страны, находятся в новой фазе. На ваш взгляд, если в Армении будет главенствовать политика реваншизма в отношении Нагорного Карабаха, как это будет влиять на экономику с учетом тех цифр колоссальных, которые тратились и тратятся до сих пор на оборону и так далее? Что думаете по этому поводу? Ну, так же, как и политика противостояния. Ну, конечно, есть нюансы, но практически нам действительно нужен мир. Мир нужен и Армении, и Азербайджану. Сейчас можно сказать, что больше всего не нужно Армении, потому как Азербайджан как-то уже нашел путь своего развития, динамика развития за последние 20 лет. Мы все видим, какие цифры, какие данные у Азербайджана, какие у Армении. За последние 2-3 года у нас в корне изменилась ситуация по экономике, темпы такие, ну, пугающие темпы роста. Действительно, экономика преобразовалась. Но это частности, это временные такие события, ну, в частности, конкретно, для Армении. И нам нужен действительно прочный мир. Потому как я всегда с этим выступаю, я гражданин своей страны, я армянин, и я могу сказать, что исторически Армения выигрывала лишь тогда, когда был период мирного строительства, был период мира. В периоды противостояния мы всегда теряли. Посмотрите историю, там, 100 лет, 200, 500 лет. У нас все потери были во время этих конфликтов. А созидание в какой-либо сфере, я не знаю, там, архитектура, литература, искусство, наука, это было именно верное время. Мы, по сути, верные люди, и должны, наши политики должны с этим определиться. Предложить обществу то, что соответствует требованиям общества. Возможно, сейчас в обществе, ну, хотя я бы не сказал, вот рефаршизм, он не так широко распространен. Но он присутствует, так или иначе. Естественно, естественно. Есть так, ну, я надеюсь, что это маргинальная часть общества, которая иначе не воспринимает историю в большом смысле, не только в смысле коронавирусного конфликта. Это у нас есть, это наша проблема. Но я думаю, что большая часть общества все равно нацелена на мирное существование, на мир. Я хочу просто по политической, внутриполитической ситуации. А практически партия, которая потеряла все, сегодня выступает с программой мира и в обществе имеют довольно сильную поддержку. У нас последние выборы, они были в этом плане даже у людей лицами. Как могут потерявшие набрать столько голосов? Но это реально. Это говорит о том, что в Армении нацеленность на мир, в обществе, она есть. Просто надо этим, наши политики должны этим правильно распорядиться, правильные решения принять, правильные поступки. По Азербайджану я говорю, да, конечно, Азербайджан – это совершенно другая страна, по возможностям, по ресурсам, по политическим, даже в экономическом плане. Она большая страна даже по сравнению с Арменией. Если мы в 90-е говорили, что сравнимые единицы, то сегодня GDP Азербайджана порядка в три раза больше, нежели в Армении. Население Азербайджана даже более чем в 3, за 10 миллионов у нас менее 3 миллионов. Более чем в три раза больше. Это становится крупной страной и в этом регионе становится крупным игроком. И я думаю, Азербайджан тоже должен примириться с этой ролью. И именно с этих позиций подумать о будущем именно региона. Потому что Южный Кавказ – это специфика. Это специфика, это множество связей. Вот мой коллега Натий говорит о грузино-азербайджанских отношениях. Я бы привел армяно-грузинские отношения тоже на высоком уровне и прочее. То бишь, это есть. Надо это продолжить, это надо обучить на благо всех обществ. Это реваншизм, он не даст ничего. Мы были и в той... Это очень важные слова, на мой взгляд. Это мое... Хорошо, что они звучат из ваших. Четкое мнение. Я никак не отступлю, не отступал. И 10, и 20 лет назад, и сегодня тоже. Натик, теперь к вам с цифрами. Расходы на оборону в 2024 году в Азербайджане тоже немаленькие. Тоже 5,3%. Ну, в общем-то, сопоставимые в процентном соотношении с Арменией. При этом, опять же, опираясь на данные Всемирного банка, с 2015 года по 2022, ну, за 2023 год, понятно, пока данных нет, они, видимо, будут в конце первого квартала. Так вот, за 7 лет, за весь период, рост экономики Азербайджана составил только 7%. Да, за 20 лет, как говорил президент Алиев, его нахождение у власти рос 4 раза, но этот рост закончился в 2010 году еще. С 2010 по 2015, там, 12% за период, а вот с 2005 по 2022 всего 7%. При том, что, опять же, как вы говорили тоже в одном из интервью, достаточно давно, в том же 2019 году, что экономика, в основном, в Азербайджане завязана на госкорпорации, да, ну, я условно так скажу. Хочется вот ваш комментарий в связи с этим. Кто-то из наших азербайджанских зрителей наверняка скажет, ну, результат же есть, да, территории вернули и прочее. Но тенденция не очень, мне кажется, положительная. Вот хотелось бы ваш комментарий по этому поводу. Да, я понимаю эти цифры последних времен. Ну, а экономическая ситуация в Азербайджане начала ухудшаться с 2015 года еще заметнее, потому что была девальвация, азербайджанские монаты не котируются на рынке, это административный, как бы, устойчивый курс. То есть, до 2015 года были девальвации азербайджанского моната, и монат потерял больше, чем в два раза свою цену по отношению к доллару. И после этого экономически был какой-то цунами, как можно сказать. И потом, до 2018 года экономика привыкала к новым реалиям. И оказалось то, что новый курс моната, новые экономические вызовы, которые стоят перед Азербайджаном, достаточно долгое время экономика привыкала к тому новым реалям, которые начали существовать. И, естественно, когда мы, как экономисты, понимаем, что когда изначально были огромные цифры роста ВВП страны, GDP страны, это не может продолжаться вечно. То есть, изначальная цифра, она выросла намного сильнее, выросла до 2010-2012 года, можно сказать. После этого, естественно, вот этот рост, большая экономика не может расти. У нас был период, когда мы чуть ли не лидером в мире были, там 26-27% рост GDP было. Ну, естественно, все понимаем, что это энергоресурсы, это нефть, цена нефти поднялась, у нас добыча выросла. Начиная с 2015-2016 года, параллельно с девальвацией, случилось то, что у нас падает добыча. До сегодняшнего дня она падает. И мы в лучшем случае в следующем, в этом году, в следующем году выйдем на определенное плато, где до 2030 года постараемся держать вот этот уровень добычи. Она почти в два раза упала. Почти в два раза. Я перебью, простите, если я вас правильно понимаю, то сейчас самое время искать новые экономические ниши. Естественно. И даже перефразируя известную фразу, мы должны понять, что во всем мире есть такое очень порочное понятие, что война – это прибыльный бизнес. Мы должны перевратить это в другое, в другой смысл. Мир должен стать прибыльным бизнесом. Именно мир должен стать прибыльным бизнесом в нашем регионе, особенно учитывая то, что экономические положения загавказских республик, она очень сильно зависит от внешних факторов. Очень сильно зависит от внешних факторов. Рос мой коллега очень правильно заметил. В Армении показывают удивительный рост за последние годы. Но мы понимаем, что это… Устрашающе удивительный. Я извиняюсь. Мы понимаем, почему это происходит. Потому, что приехали эти гранты из России. Не только это, еще и рост торговли с Россией. Очень такой фантастический рост торговли с Россией. Это все временные возможности. Это неустойчивые возможности. То же самое касается Азербайджана. Растет цена нефти – все в шоколаде, как говорится. Все хорошо. Нефть начинает падать, добыча начинает падать, начинаются проблемы. Значит, Азербайджан тоже должен найти путь устойчивого роста. А путь устойчивого роста невозможно без мира. Невозможно без уменьшения, постепенное уменьшение хотя бы военных расходов. Мы понимаем, что наш регион – это наша судьба. Это очень сложный регион. Очень сложный регион. Учитывая Россию, учитывая Иран, учитывая многие факторы, которые на наш регион действуют всегда, к сожалению, будет действовать. То есть, безопасность любой страны – Армении, Азербайджана – сейчас рассматривается в отдельном контексте из-за конфликта. Если мы дойдем и будем расти до такого уровня отношений, что будет комплексное восприятие безопасности региона в целом – и Армения, и Азербайджан – это намного уменьшить и военные расходы, и может укрепить нашу безопасность, совместную безопасность. Потому что, опять-таки, наша география – это наша судьба. Мы никуда не убежим. И всегда будет… Когда я бываю в зарубежных конференциях, некоторые коллеги-экономисты, не политики, они мало географически интересуются, когда им ты рассказываешь про Азербайджан, многие не понимают, где это. Когда ты говоришь, что это между Россией и Ираном, чуть ли не плачут. Что вот как вам так «повезло» в кавычках. То есть, это всегда будет опасный регион, это всегда будут интересы разных стран, это всегда мы будем обязаны как бы укреплять свою безопасность. В региональном смысле слова. Но не по отдельности. Надо добиться того, чтобы весь Южный Кавказ совместно мог бы дойти до такого уровня развития, чтобы совместно обеспечить свою безопасность. Это намного дешевле элементарно, если экономически выразиться. Это намного дешевле. И нам все деньги, которые сейчас идут на укрепление барона, безопасность, они могут пойти на социальные проекты, они могут пойти на развитие, на инвестиции. И, естественно, это понятно, что звучит, может быть, сейчас наивно, но мы должны стремиться к этому элементарно. Именно мир должен стать бизнесом, прибыльным бизнесом в нашем регионе. Это возможно. И есть исторические факторы, которые могут помочь. Опять-таки, есть желание людей и умение людей в хорошем смысле слова, как вы выразились в начале передачи, стать купцами. Это очень хорошее, очень такое ценное занятие. И это таким образом, и наши народы умеют. Не надо этого стесняться. Вообще, самые хорошие купцы – это британцы. Они никогда этого не стеснялись. И мы тоже не должны стесняться тем, что мы умеем торговать. Это хорошо. Это можно превратить во благо для наших республик. Я думаю, что именно мирное сосуществование наших республик помогут экономическому устойчивому развитию в будущем. Без этого невозможно. Потому что реваншистские настроения в Армении, которые вы тоже упомянули, тоже ни к чему хорошему не приведут. И те же радикальные мысли, которые в Азербайджане звучат, это тоже ни к чему хорошему не приведут. И, естественно, устойчивый мир положит основу для экономических взаимоотношений. А экономические взаимоотношения позволят развитию отношений межчеловеческих отношений в регионе. Это намного важнее. Наши люди умнее дипломатов. Я в этом уверен. И наши люди умнее военных. Я в этом уверен. Наши люди, если начнут напрямую контактировать. А у нас что, и у Армении, и у Азербайджана разве не были проблемы с Грузией? Были там и внутренние вопросы были. В 90-е даже чуть ли не на очень больших конфликтов. Чуть ли не, слава богу, что не дошло. Но именно торговля, экономические связи помогли устаканить все эти проблемы. Помогли найти точки соприкосновения. Я думаю, что это очень важный момент для построения будущего нашего региона. Смотрите, мне очень импонирует то, что, по крайней мере, в этом разговоре мы некий знаменатель для себя обозначили и, в общем-то, пришли к нему. Теперь давайте поговорим о развитии. О возможном развитии, разумеется. Смотрите, Баграт. В поставках чего из Азербайджана могла бы быть заинтересована Армения? Может быть, это углеводородная история, потому что мы все знаем, что сейчас в этом смысле Армения плотно завязана на Россию, отношения с которой сейчас находятся в кризисной фазе. Вот может Азербайджан быть альтернативой в этом смысле? Или, может быть, я не очень правильно вообще понимаю структуру экономического региона, и это вообще что-то другое? Что скажете по этому поводу? Ну, однозначно, конечно, это естественный фактор, который когда-либо должен проявить себя. В 100 километрах от Армения это условно эти ресурсы. Ресурсы, доставка которых такой серьезной проблемы, как из России, не вызывает. Мы говорим о магазинах, давайте о нефтепродуктах и прочем. У нас с Россией довольно тяжелые возможности для развития этих... Я не говорю о политических моментах, я говорю о реальных возможностях. И есть естественный фактор, естественная возможность, чтобы это обоюдно выгодное, чтобы совместная такая торговля или отношения в этой части уже были. Я не говорю о дальнейшем развитии. Азербайджан нашел пути для экспорта своих ресурсов. Если на карту посмотрите, она как трубопроводы огибает сверху Армению. Да, я был даже участвовал в некоторых встречах в 1994-1994, когда ставился вопрос возможности по территории Армении трубопровод провести. Но, к сожалению, так не получилось. Этот фактор есть, но здесь политики больше, нежели экономики. Хотя, если пройти по структуре импорта Армении, это довольно существенная статья, порядка 25-30% в общем ресурсе, то есть значительные там суммы возможностей, но это более политизированная статья. И возможности зависят от нашего северного соседа, от его настроя. Я хочу очень скромно выразиться. И настроя. Ну, естественно, здесь и бизнес составляющая есть, и политическая. Армения зависела, поскольку энергоресурсы связаны с Россией. Я думаю, что мы должны, говорится, думать о других аспектах тоже. Говорить сегодня о таких серьезных обширных связях – это нереально. К тому же наши экономики, хорошие плаки – это другой вопрос. Они состоялись. Они состоялись без взаимосвязей. Ну, я думаю, что надо с очень маленького начинать. Вот мой коллега говорил о торговых отношениях. Там приграничное отношение между соседями. Там на уровне селения, поселения, я не знаю, там рынки и прочее. Это можно оказать. Кстати, это есть. Вот я часто в Грузию, когда еду, там на границе Грузии – это азербайджанские селы. И там такие торговые рынки, которые организованы именно на Армению. Очень спокойно азербайджанцы торгуют. Армяне там вместе с ними работают тоже. То есть это действует и сейчас? Это есть. Это давно есть. Это всегда было. Я даже больше знаю несколько, что, скажем, есть такие аспекты. Даже в военный период через линию фронта была торговка. Ну, это так, более фольклор, но это реально. Надо начинать с малого. Потому как эти большие проблемы, они в первую очередь зависят, конечно, от политических решений, от воли наших политиков, от нацеленности. Но отношения тоже зависимы. Но надо начинать. Надо начинать с малого. Не надо стремиться, чтобы и прочие-прочие совместные предприятия, экономические связи. Это нереально. С оставшейся экономикой, со своими проблемами. Проблем у нас больше, я считаю, нежели в Азербайджане. По такому, как... Смотрите, мы открытая экономика. Мы либеральная экономика. Но либеральная экономика находится в этих тисках. Нет, пусть есть сообщения, фактор военных расходов. Мы говорим о военных расходах. Но для Армении это очень большая проблема и с других позиций. Коррупционный фактор. Очень большая часть коррупции завязана именно на этих. На этих бюджетных расходах, на военных расходах. Я не знаю, как в Азербайджане. Не думаю, что это не так. В общем, надо с малого начинать, с конкретных. Надо ставить конкретные вопросы на этом уровне, на этой границе, в этой части и пытаться развивать. Время гораздо мудрее, нежели мы сегодняшние деятели. Потому как у времени больше возможностей, нежели у нас. И эту возможность надо создать сегодня, чтобы было развитие. Да, я понял вашу мысль. Я об этом тоже хотел поговорить. Но все-таки хотелось бы, что называется, более глобальный взгляд. Натик, что скажете? Нужны ли сейчас Азербайджану вот те транспортные коридоры, о которых вы говорили в начале? Или система уже устоялась? Или, может быть, есть все-таки необходимость в той же железной дороге? Не знаю, присоединение к транспортному коридору Север-Юд? Или это уже, в общем-то, и не надо? Что скажете? Сначала скажу пару слов. Я поддержу коллегу насчет того, что энергоресурсы, которые есть в Азербайджане, могли бы стать основой для того, чтобы и Армения тоже не так сильно зависела от нашего северного соседа, у которого настроение меняется часто, к сожалению. И поэтому это может стать основой потребления газа, допустим, в Армении, такие большие, чтобы Азербайджан не смог бы обеспечить хотя бы половину для начала газового потребления или электроэнергии в Армении. То есть, мы можем в этом участвовать. И есть такой очень интересный проект вместе с европейцами. Экспорт электроэнергии через Грузию, по дну Черного моря. До Румынии. Там альтернативная энергетика может развиваться. На это с удовольствием дают деньги западные источники, банки. И Армения тоже может присоединиться в будущем к этому проекту. Это может стать почвой и основой для тесного сотрудничества. Я думаю, что это очень важно. Если будет международный компонент в этих связях экономических, они станут более устойчивыми. Что касается международных коридоров и север-юг, Азербайджан в этом уже участвует. Участвует. Есть соглашения. Есть уже работающие некоторые связи. Устроится речь Та-Стара в Иране с помощью России. Азербайджан тоже в этом как-то участвует. Раньше вообще Азербайджан самостоятельно хотел вложиться. 500 миллионов долларов даже было выделено по этому поводу. Но потом уже встречались санкции против Ирана. И Азербайджан как бы отстранился от этого. И я думаю, что сейчас Россия тоже вкладывается в эти коридоры. Вы понимаете, что я говорю о более глубокой интеграции. Да, я понимаю. Я имею в виду, что есть эти связи. Что касается дорог, которые пройдут через Армению, я надеюсь, что это будет. Потому, что в любом случае это приведет к более тесным связям между Азербайджаном и Арменией. И вообще для того, чтобы был устойчивый мир, эти дороги должны быть открыты. В любом случае. Нет, смотрите, я вас с точки зрения экономики сейчас спрашиваю. Вот объективно более короткий путь через Армению. Он интересен Азербайджану или это все-таки вопрос политический? Нет, это естественно интересен. Укрепление соседских связей и мира. Да, естественно интересен. И поэтому даже с Ираном уже смогли договориться. Несмотря на не очень хорошие, такие тесные связи. В последнее время были большие проблемы, связанные между Азербайджаном и Ираном. Но смогли договориться. 5 километров от той дороги, которая намечается через Армению, будут проходить 44 километра через Иран. И уже начали строительство, мосты строятся. И другие коммуникации потянулись, могут быть построены. Но я думаю, что здесь, опять-таки, я согласен с коллегой, что больше политического компонента, чем экономического, к сожалению, пока. Потому, что дорогу через Армению – это проблема не между Азербайджаном и Арменией. Это проблема между Арменией и Россией. То есть, там они не могут договориться никак. Не только. Практически все крупные игроки имеют свои интересы. Да, согласен. Между всего выражаются в этом вопросе Армении и Азербайджаном. Конечно, конечно. И вопрос контроля стал основным, препятствием для того, чтобы эти дороги заработали. Я думаю, что я все-таки надеюсь, что это будет. И экономически это выгодно. Естественно, выгодно Азербайджану. Потому, что это очень самый короткий путь в Турцию. Оттуда и на Черное море, и на Средиземном море. И вообще торговые пути могут стать ключом для развития экономических связей. И, естественно, для Армении тоже это выгодно. Потому, что зависит только от Грузии для выхода, допустим, на коридор в сторону севера или на запад. Это тоже не очень хорошая примета для Армении. Потому, что там инфраструктура до конца не развита. Там нужны очень большие вложения. Если только в этом направлении двигаться. Я даже понимаю, у меня были несколько разговоров с нашими грузинскими друзьями. Они тоже, как бы, у них тоже есть сомнения и мысли. Немножко опасения того, что если откроются все эти дороги, значение Грузии уменьшится. И прибыль Грузии уменьшится в этом вопросе. Это тоже надо троим за Гавказским республиком вместе решить этот вопрос. Надо понимать, что Грузия тоже опасается того, что открытие новых дорог уменьшит их влияние. Их доходы. Та инфраструктура, которая 30 лет создавалась, когда между Азербайджаном и Арменией этот конфликт начался. Грузия стала основным логистическим коридором между Гавказом и вообще Средней Азией. Юг и Север. Да, конечно. И в этом плане надо совместно работать. Есть там большие перспективы. Есть для Азербайджана это тоже очень сильно заинтересован в том, чтобы эти дороги открылись. Я думаю, что это поможет даже в создании устойчивого мира. Естественно, там есть локальные интересы Азербайджана в том плане, что дорога в Турцию или из Турции через Азербайджан, Среднеазиатские, Тюркские республики тоже очень важный компонент. Если учитывать то, что усиливается и Тюркский союз, союз тюркскоязычных государств, а это уже 170 миллионов населения и 4 миллиона квадратных километров, если брать Казахстан, самую большую территорию. Это тоже очень важно. Это большой рынок. Это прямой выход к рынку друг друга. И Армении тоже это важно, потому что с помощью этих дорог она подключается и к север-юг, и к запад-восток. Он уже реальный выход на запад, реальный выход, интеграционные экономические отношения, которые сжимаются в этих условиях. Послушайте, а готовы ли экономики двух стран к такому расширению? Потому что ведь долгое время Армения в большей степени, это была закрытая система, я даже слышал определение блокадная экономика. Но тем не менее все существует, все настроено, все как-то взаимодействует. И вот, кстати, тот экономический рост, который показывает Армения за последние два года, у него ведь тоже есть свои минусы, поскольку, скажем, зарплаты населения просто не поспевают за этими темпами. Понятно, что когда-то это все отрегулируется, но сейчас это тоже в том числе и кризис. Не получится ли, что вот такие сформировавшиеся во многом закрытые экономики, получив этот выход, придется проходить через стресс? Что думаете по этому пункту? Я думаю, что нужна реорганизация. И таких больших проблем не может быть. Хотя бы в том смысле, что у нас либеральная открытая экономика. В экономике преобладает обслуживание и торговля. У нас нет факторов, которые очень могут сильно пострадать при этом. Наоборот, специфика нашей экономики говорит в пользу этого фактора, что чем открытие, чем больше возможностей, тем может экономика более такой рост показать. К тому же есть такие принципы в экономике, скажем, малые страны, они все же ориентируются на крупных соседей. Я хочу перейти к Турции. Это непосредственно связано с отношением с соседей Баджан. Но у нас рядом, буквально, у нас самая большая граница с Турцией. У нас есть такие возможности именно в развитии, скажем, отдельных отраслой промышленности, отдельных направлений. Я не говорю о очень больших таких возможностях, но это есть. Конечно, все это начинается, в первую очередь, с инфраструктуры. Это начало всего. Но после этого могут быть такие возможности. И в экономическом, и в технологическом плане. Сегодня по технологиям у нас есть такие продвижки, которые могут быть интересны. Интересны не в смысле соседей, а в общем мировом смысле общих ценностей. Да, да, я сам соглашусь. Армения – это своего рода, видимо, уже в обозримой перспективе такая силиконовая долина Южного Кавказа. С этим, наверное, сложно спорить, с учетом того, как развиваются эти все. В условиях, я извиняюсь, блокадной экономики. Вот если этой блокады не будет, тогда возможности, наверное, будут гораздо шире. Проблема образования. Вот это очень остро сегодня стоит. И вот сотрудничество именно в этих областях, в области образования. И прочее, прочее. Очень много есть факторов. Хорошо, Натих, что скажете? Вы видите риски для экономики Азербайджана в случае реализации тех проектов, о которых вы только что говорили? Сначала давайте про Турцию я тоже пару слов скажу. Даже во время этого конфликта через Грузию шла торговля. Даже мой коллега, наверное, подтвердит, что... Ну, небольшие объемы, конечно же, это не решающие какие-то объемы. Ну, была там... До 10% импорта шло даже в условиях таких жестких ограничений. Когда не было у нас границ, было на Турции. Да, да. И с Турцией. Потому что через Грузию эта торговля шла. То есть, есть... Я извиняюсь, до начала 93-го года у нас было даже единственное железнодорожное сообщение с внешним миром. Ну, Грузия – это маленький отрезок, по большим. Было через Турцию. Да, я согласен. Марта 93-го года. В общем, да, это очень важно. Потому что если откроются границы между Турцией и Арменией, будут связи налаживаться между этими двумя странами, это положительно будет сказываться на отношениях между Азербайджаном и Арменией тоже. Турция является одним из важнейших, может быть, самым важным партнером по всем сферам. И торговым, экономическим, военно-политическим, союзником Азербайджана. И, естественно, улучшение отношений между Турцией и Арменией, открытие границ, открытие торговли существенно положительно будет влиять даже на общественное мнение внутри Азербайджана. Потому что настолько большое доверие есть к Турции. И если Турция начинает торговать с Арменией, значит, это неплохо, это хорошо. То есть, общественное мнение тоже будет меняться в лучшую сторону. Я думаю, что это очень важный фактор. Что касается, помешает ли или какие-то проблемы создадут. Ну, если брать объективно, мы можем конкурировать с Арменией насчет сельского хозяйства. То есть, будут не азербайджанские абрикосы и армянские абрикосы, допустим. Но это, я думаю, что не такая уж большая проблема. Если внутренние рынки друг друга открыть, я не думаю, что это создаст какие-то большие проблемы для наших экономик. Потому что я согласен с коллегой, что у нас устоялась экономика по-другому развита и в Азербайджане, и в Армении. Они разные, даже типаж разные, даже системно разные, подходы разные. И поэтому я не думаю... Они могут в будущем, дай бог, как говорится, будут дополнять друг друга, могут помочь друг другу. Это да. Но какая большая конкуренция может быть между... То есть, проблемы могут создать открытие экономических связей. Опять-таки, сельскохозяйственная продукция и мы продаем в Россию, и Армения продает в России. И так будем продолжать продавать. Наверное, в России тоже в ближайшее время. Для того, чтобы выйти на новые рынки, нужна кооперация. Нужна логистика, нужны новые дороги. Можем даже вместе подумать о том, что на какие-то рынки вместе выйти с сельскохозяйственной идентичной продукцией. Это возможно. Но, естественно, я не думаю, что в ближайшее время, допустим, в Армении найдут большие объемы нефти и будем конкурировать, куда эту нефть продавать. То есть, это невозможно. Поэтому экономика разная, системно разная, подходы разные. У нас до сих пор, хорошо или плохо, мое мнение, что плохо, я либерал в экономике. То есть, если я вас правильно понимаю, две экономики могут дополнять друг друга, а не конкурировать. Между собой. Естественно. Опять-таки, там точки соприкосновения намного больше можно найти, чем конкуренцию. То есть, внешняя торговля Азербайджана в ближайшие годы, к сожалению, не будет меняться. 90% будет энергоресурсы, как это последние 20 лет. И так и будет продолжаться. К сожалению, это так, но это факт. То есть, мы не будем в ближайшее время производить айфоны, машины, компьютеры или телефоны. К сожалению, это пока в ближайшее время невозможно. Но, допустим, использовать технологическую сферу совместную, производство совместное, в будущем я имею в виду, не сегодня. В будущем это возможно. Выйти совместно на рынки, это тоже возможно. То есть, если брать сельское хозяйство или туризм, который и в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане хотят развить наше правительство, здесь тоже мы можем дополнить друг друга. Допустим, насчет туризма. Я всегда об этом говорил в своих публичных выступлениях. Если взять среднестатистического европейца, он, когда приезжает в какой-то регион, он хочет посетить все три страны. Они могут дополнить, это можно дополнить друг друга и даже помочь друг другу в развитии, допустим, туристической отрасли. Они приезжают в Армению. Раньше вообще было кошмарно, когда у какого-то туриста была печать Армении или Азербайджана. Они друг друга вообще проблемно создавались на границе. Начали спрашивать, зачем ты ездил, куда ты ездил. Сейчас, слава богу, я как понимаю, эти вопросы снимаются постепенно. Но в любом случае можно даже организовать совместные туристические поездки. Большие группы европейских туристов, они, если приезжают в Грузию, допустим, они хотят посетить Азербайджан, хотят посетить Армению. Можно совместно вот эти, это отрасль как минимум туризм, можно совместно развивать это. Это тоже связано с логистикой тоже, кстати. Я с вами абсолютно согласен, как человек, который полтора года назад впервые приехал на Южный Кавказ и за это время побывал уже на границе Армении и Азербайджана несколько раз. Это совершенно сказочные места, которые любой турист, я думаю, будет не просто счастлив, а в абсолютном восторге после этого. Смотрите, мы уже движемся к финалу. Очень хочется мне короткое мнение каждого из вас о проекте «Перекресток мира», который недавно выдвинуло правительство Никол Пашиняна. К нему очень разное отношение, от скептического до восторженного. Коротко, если можно, это больше политическая история или это все-таки некая потенциально реализуемая концепция с экономической точки зрения? Ну, Платик, давайте, прошу вашу оцену. Может, я начну, чтобы свободы были? Ну, хорошо, Баграт, давайте. Пожалуйста, представитель страны. Это больше эмоций, нежели реальные. Я говорю, вместо этого перекрестка сделайте прямую дорогу, прямое сообщение через Армению, Азербайджану, Снахчевану. В этом более гораздо есть смысл, нежели идея. Ну, идеи такие, они всегда такие. Боюсь, что это более пожелание, нежели не учитываются абсолютно никакие реалии сегодняшнего дня. Не надо стремиться к вашему, надо отчасти сделать конкретное дело, проложить дорогу и сказать, заявить, что через Армению проложена безопасная дорога. Пожалуйста, дорогие азербайджанцы, приезжайте, турки и прочее. Вот решить такой вопрос, это будет гораздо серьезнее, нежели с такими фантастическими, я говорю, с проектами, в которых, кстати, а почему Грузия, она не заявляет, что она... То Грузия выражает поддержку, Грузия говорит, представители Грузии заявляют, что они поддерживают этот проект. Да, но стремятся, чтобы все... Центр, во всяком случае, Грузия сегодня реальный перекресток и никогда не говорит об этом. Это более разумно, это более реально, нежели по позиции моих сограждан в Армении. Надо реально ко всему подходить, сделать конкретное что-то, шаг сделать за этим вторым. К сожалению, наши отношения такие, потому как очень хорошие, даже очень хорошие идеи, они не очень быстрее внимаются, если не проложены к ним такие основательные дороги. Я дал свободу моему коллегу, чтобы не знал, наверное, четкие отношения. Я думаю, что эта идея вообще открытия коридоров через Армению в Нахчеван и в Турцию, и идея, даже если фантастическая, я согласен с коллегой, что там не дополнило, даже экономически непонятно, кто это будет делать, за сколько это все обойдется, они могут даже дополнить друг друга в будущее, они не конкуренты. Я думаю, что армянское руководство этой идеей хочет привлечь внимание, это вполне нормальный пиар-ход. Мировая пиар-ход. Да, это хороший такой пиар-ход. Еще один такой контекст, я так думаю, что пока с Россией не могут договориться насчет контроля дорог. Вот новые идеи, новые дороги, которые раньше никакой ответственности на Армению не вкладывало, допустим, сейчас Россия утверждает, что 9-10 ноября то, что было подписано в 2020 году, армяне обязаны, Армения обязана дать контроль всем дорогам России, допустим. Чтобы отойти от этого немножко и создать новую игру, новую конфигурацию, что все дороги, которые пройдут, которые Армения не взяла на себя обязанности, будут действовать по правилам Армении. То есть, Армения будут контролировать и пограничники, и таможники, и все остальное. То есть, я думаю, что смысл в этом, это проблема даже, опять-таки, между Азербайджанами и Арменией, это проблема контроля дорог, которые существуют, реально существуют, и мешают развитию отношений, настойчивость России, честно говоря, мешает в этом деле для устойчивого мира в этом регионе. Потому что именно вот это препятствие, я думаю, что стало в последнее время основной преградой для того, чтобы заключились какие-то договоренности насчет коммуникации. И вот в будущем, я думаю, что если даже брать это пиар-кодом, фантастическими мыслями, можно сделать так, чтобы они дополняли друг друга. То есть, могут быть и разные дороги, и через Грузию, и через Азербайджан, через Нахчеван, через Турцию. Могут быть разные дороги, разные логистические пути в будущее. Но главный вопрос, когда экономисты всегда задают один главный вопрос. Кто за это будет платить? Вот это самый важный вопрос, который сегодня есть. Если нет денег, нет дороги, как говорится. И поэтому есть реальная перспектива. Это реанимация старых дорог, реанимация старых логистических путей, которые до конфликта существовали. Это более реально, это более по времени даже быстро реализуемый проект. Хорошо. Давайте вернемся чуть-чуть назад. Вы говорили о том, что в приграничных грузинских селах до сих пор можно найти рынки, где армяне и азербайджане успешно взаимодействуют друг с другом. Мне вот подсказали, что до 2006 года такой самой яркой точкой это было грузинское село Садахло. Такая почти свободная экономическая зона. Представить сейчас, в сегодняшнем дне, что где-то на границе Армении и Азербайджана люди откроют какой-то такой рынок, мне сложно. Я был в приграничных селах Армении, но люди не готовы. Я думаю, что в Азербайджане похожая ситуация. Быть может, тогда для развития вот этих вот не просто бизнес-связей, а уже межличностных связей между людьми нужен какой-то посредник в лице той же Грузии, которая, я думаю, заинтересована в том, чтобы в приграничных селах открывались подобные рынки и прочее. Что думать по этому поводу может? Есть ли у таких, пусть незначительных, но, на мой взгляд, очень важных проектов, ну, хоть какое-то будущее? Ну, давайте я отвечу, как человек, который родился в Грузии, потом переехал в Азербайджан, и у меня там родственники, бабушка до сих пор там, я видел эти рынки, я видел, и даже наше село торговало с армянами, которые приезжали из Армении и там покупали сельскохозяйственную продукцию. То есть, никаких проблем я не видел там. Даже были уже состоявшиеся межличностные отношения, даже люди друг другу звонили, заказывали заранее, что нужно, что не нужно, может что-то привезти. Армяне звонили, что вам, если вы хотите, из Сивана рыбу принесем или что-то еще. То есть, эти отношения всегда были, до сих пор продолжаются. Что касается проблем, конечно же, недоверие существует. Это ни один день за неделю, как говорится, не уйдет. Но сначала надо понять, где эта граница проходит. Это очень политический вопрос. Надо это решить. Делимитация, демаркация границ. Надо понять вообще, чтобы сначала был мирный договор, мирное желание политических элит наших государств мирно сосуществовать. После этого, я вас уверяю, народ потянется. Потянется, и будут рынки. Насчет посредничества Грузии, конечно же, это возможно. Даже было такое, как вы садохло сказали, я сам несколько раз видел своими глазами этот рынок. То есть, это возможно. Но не все приграничные села связаны с Грузией. Есть огромные границы, больше 500 километров, которые вообще к Грузии никакого отношения даже близко не проходят. Вот как быть с этими регионами? Как с ними торговать? Каким образом наладить связи? Я думаю, что приграничные рынки, это очень хорошая идея. Есть историческая память. Там тысячелетиями это было всегда. Это можно возродить. Это можно сделать. И оба государства обязаны дать гарантии безопасности. Зачем другие, третьи страны должны вмешиваться в это? Должны дать гарантии безопасности. И людям, если начнут торговать, это пойдет. Я вас уверяю, это пойдет. Но доверие, естественно, не будет создаваться в очень короткое время. Но это тот маленький шаг, который без капулах не обойтись. Естественно. И приграничная торговля. Я думаю, что это не надо велосипед заново изобретать. Надо с чего-то начать. Будет создан один рынок. Через некоторое время потянется другой. Второй, третий, четвертый. И таким образом межчеловеческие отношения возродятся. Это очень важно. Потому, что пока есть, слава богу, что есть поколения, которые друг друга знают. Вот это очень важно. Пока есть люди, которые друг друга знают. До войны знали даже. Те же приграничные села. Они друг друга знают. Вот надо, чтобы наша молодежь тоже подключилась к этому. Потому, что мы друг друга не знаем. Надо, что есть такое. Есть люди, которые говорили на одном языке. Конечно. Потому, что через некоторое время молодежь вообще не знают друг друга. Наверное, у нас есть молодежь, которую армян представляли как инопланетян. То же самое было, наверное, в Армении тоже. То есть, вот это очень важно. Потому, что если мы, нашу молодежь, подрастающее поколение, будем расти по-другому, это основа устойчивого мира в будущее. Это очень важно. Это очень важно. Я думаю, что торговля, межчеловеческие отношения, открытие границ между Арменией и Турцией, как я уже сказал, будет иметь очень важное влияние. Влияние Турции и Азербайджана здесь невозможно спорить. И экономическое, и политическое, и общественное. Даже азербайджанцы 65% смотрят турецкое телевидение. Около 15% российское телевидение. Остальное местное. Представьте, что каждый день в каком-то турецком канале будет репортаж о том, что как армяне с Турцией торгуют, как открыли дороги, как друг друга воспринимают, встречают с улыбкой. Вот это очень важно будет действовать и вообще на общий фон между государственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Опять-таки, для того, чтобы приграничная торговля началась, должны мы понять, где вообще эта граница. И политики должны быстрее решать этот вопрос. Да, Баграт, ваше председание на эту историю. Политикам нам действительно нужен мирный договор, договор о мире, который может быть стартом всех этих отношений. Сегодня тоже, когда ведутся разговоры об этом договоре, даже не очень удачные, не очень организованные, это уже идет на позу. Это чувствуется, в этом уже есть положительный элемент. Я надеюсь, что политики сделают то, что они буквально обязаны сделать, и этим откроют дорогу для всестороннего контакта, сотрудничества. Тогда, если эти вопросы отрегулируются, тогда на уровне так все, или общин, эти связи восстановятся очень быстро. А за этим пойдет это более серьезное, более глобальное, более широкое, потому как, скажем, та же дорога, та же, скажем, энергетические, транспортные, энергии, труба, проводы, это решение властей. Это решение... Если люди начнут торговать, они своим властям скажут, проложите дорогу к рынку там через какое-то время. Огромное спасибо вам за разговор. Я лишь хочу сказать, что я преимущественно согласен со всем тем, что говорил мой коллега. Я именно поэтому молча слушал, потому как именно в таком тоне я был нацелен. Спасибо моему коллеге. Я вам заимно... Я тоже благодарен за очень... У нас будут еще большие возможности для обсуждения, для того, чтобы прийти к совету с совместным выводом и на то, чтобы что-то сделать для будущего наших народов. Спасибо. Огромное вам спасибо за этот разговор. Я считаю, очень важные слова прозвучали не просто на эмоциональном уровне, а подкрепленные мнением экспертов и экспертов из двух стран, экономистов из двух стран. Я напомню, что сегодняшних участников разговора мы договорились представлять просто экономисты. Это Нагид Джафарлы из Азербайджана и Баграт Асатриан из Армении. Вел этот разговор мигрант из России, который живет в Ереване, которого зовут Антон Петрович. Спасибо еще раз вам за те слова, которые я сегодня услышал. Спасибо за приглашение. До свидания. Спасибо и удачи всем. Ну, а зрителей, я всех призываю делиться ссылкой на это видео, просто разослать через мессенджеры родным, знакомым в двух странах, потому что, может быть, не бесспорно то, что сегодня прозвучало, но, пожалуйста, присоединяйтесь к разговору, комментарии для вас открыты, пишите, что вы думаете и по поводу больших проектов совместных, по поводу приграничной торговли, может быть, кто-то поделится воспоминаниями. Все это важно, нужно говорить друг с другом, как я и обозначил это в начале нашего разговора. Это Аликру, это проект «Строим мост», который создан при взаимодействии с бакинским и ереванским пресс-клубами. Напоминаю, что лайки также помогают продвижению информации. Ну, а кто не подписался на наш канал, подписывайтесь. Ну и, наверное, стоит сказать в контексте этого разговора всем удачи в делах.